У нас появляется интрига. 2-1 на пользу украинских атаманов и следующий бой в ваговой категории до 81 кг. В синеку трингу приглашается боксер команды Німеччины Игорь Тизиев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У червонику запрошуется украинский атаман Олександр Хижняк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команда лучших сердцем храбрых и отважных Сплотила воедино в себе воинов бесстрашных. Братья по духу, ведомых одной целью, Глаза горят у них, жаждой боя и стремлением. Нет ничего радостней битвы, Назад ни шагу, Любой из них продемонстрирует свою отвагу. Команда украинских атаманов уже здесь, Живущая по принципам, в разводом не счесть. Доложен в венах этот воинский дух, Ведь редко в именах произносить боялись слух. С настроем мощным они приходят в зал, И ни один ни разу не сказал, что он устал. Каждый день до последней капли пота, С утра до вечера идет тяжелая работа. Понюхавшие пороху, знающие привкус крови, Они сбивали кулаки, превозмогая боли. Все как один сильные, тут не терпя слабых духом, Привыкли верить только телу и не верить слухам. Из веры в сердце, под флагом желто-синим, Из гордости за каждого они черпают свою силу. Дух на ковер, ковечеством и поединком, Как волки, они чувствуют за ферненько слабенько. Друга каждый как ротово. Реферию Ринзи Марьюш Горні, Польша. У синего куту Горнгу 21-летний немецкий боксер. В его активе золота медаль чемпионату Німеччины 10-го року. Та бронзовая нагорода чемпионату Европы. В нынешнем сезоне ВСБ немецкий боксер провел два поединки, В двух из которых добывал перемоги. Игорь Тезиев. У червоному кутку молодой боксер за плечами 19-летнего боксера Близьковичная карьера в юниорском и молодежном боксе. Перемога на чемпионате света сред молодых. Третий место чемпионата Европы сред молодых. В прошлом году Александр стал серебным призером чемпионата Украины. У червоному кутку Олександр Хижняк. Какие достижения на любительском ринге у Александра Хижняка. Но все это было по юниорам, по молодежке. Так что Хижняк сейчас, что называется, входит во взрослый бокс. И ему очень и очень непростой соперник предстоит. Который имеет две победы в формате ВСБ. Причем одну досрочную. Но как Хижняк мощно начинает? Ну, я понимаю, что 2-1 такой хиткий рахунок. Какой он знает, что в боксе 2-1 такой футбольный рахунок. Поэтому нужно увеличивать. Что к футболу, то 23-го лютого хочу напомнить, что возвращается программа про футбол. Мы вас ждем. У неделю, 23-го лютого, мы приготовились до футбольной весны. А вы смотрите, у обычный день, обычный час про футбол на телеканале 2 плюс 2. Действительно, очень классно. Рассказывает Александр Хижняк. Вот тут разу намагается пояснить немцам, кто тут господар. Особенно, я думаю, уже многие заценили удар по печени от Хижняка. Хороший, хлесткий, акцентированный удар он пробивает. Но пока что удары немцы все в блок. Хижняка, нашего молодого спортсмена, хлопцю лише 18 лет. Уже 19? Уже 19, действительно. Про его карьеру на Аматовском ринзе вы услышали от Сергея Бреля. Действительно, вопрос к хлопцям нет. Ну, опять-таки, как и в случае с Евгением Барабановым, который хорошо себя демонстрировал в городе, в разделе молодежном. Сейчас не хватает, в первую очередь, опыта. Таких, что называется, взрослых соревнований. Но в любом случае, то, как начинает первый раунд Хижняк, не может не радовать. Очень грамотно. Немец очень непростой, мы видим. Что, как Хижняк, ты знаешь, как-то так легко принимает этот бой. И таки выражение, что вообще это и Немец, который уже работал на всесвятную серию бокса, мает две победы. Так, мает демонстрировать какой-то такой бокс, который мает удивлять. Хижняка, Хижняка пока что очень тяжело. Раздумевает, все он как-то считает. На крок вперед, если не на два. Пока что преимущества такового нет. Мы видим все, что не делает Хижняк. Немец без проблем выдерживает и продолжает монотонно делать свою работу. Где-то он уступает скорости, но прессинг от него мы видим. Он чувствует, что физически сильнее. КОЛИК Цикаво будет ось второй, третий раунд. Мы взагалі разогрелицем боксера. Вот такой хороший зрелищный раунд. Посмотрим, кому отдадут его судьи. Будем надеяться, что украинцам. Ну и цикаво, как там печенка Немеца себя почувает после таких гарматов, принадлежащих три. Чисто. Влучшение было. От немцев тоже. Комбинация, так. Были удары по печени. Ваши режиссеры нам натикают, что не все так легко было для Олександра. Не просто, не просто. Начинал очень неплохо, как Хижняк. И все это заценили судей. Все трое дают ему первый раунд. Это не может не радовать. Три-четыре удары останется, принимаешь. Не надо, два принял, один уже дал. Не надо принимать. Сейчас мы увидим критику, порцию такую, больше даже не критики, а на станок. Хижняк отримает видео тренеров. Раунд-два. Мы надеемся, возможно, именно на ваш голос. Но вернемся, все-таки, до бокса. Нелегкий вечер для украинских атаманов. Мы напоминаем, что 2-1. Мы победим. Будем надеемся, что благодаря этому парню, что вы сейчас видите, что Александр Хижняков. Мы сделаем рахунок 3-1. Но соперник, опять же, не такой же и простой. В принципе, мы ожидали. И ждали команду немцев, потому что и помню, в принципе, с предыдущего сезона. Николи бы они не были таким легким. Суперд. Немец Роботяга. Видим, что его ничего не останавливает. Вкладывается в удары Хижняк. Смотря на то, как боксирует сейчас украинский атаман, тревога возникает по поводу выносливости. Видим, насколько хороший такой сильный удар хотел нанести наш атаман. Но, кстати, промах оказался на конвайсе. Но як бы лучше нечисто. Ой, заводится, заводится. Как так сказала. Да, помощь однозначно нужна. Помним, как помогли, что называются стены. Альяб упроткнул, когда все решалось в последнем раунде. И следует, что люди отдали нам победу. Ну, а в другом раунде пошел вперед Немец. Намагается ли это делать комбинацию. Мы намагаются там, как все, навіть финты демонстрировать. Классно працюет с левой рукой, что следит за значит, и у Немца. Как-то так и на его ПРП в первом раунде взагалі не показывал работу левой рукой. А тут так закручивает до останнего, что там и Хижняк відчув силу удара. Суперник. Прессинг, жесткий прессинг сейчас демонстрирует Игорь Тезиев. Сложно не справляться к Хижняку. Он является у нас инициатором клинча и понимая, что иногда только так можно сдержать соперника. Но раунд очень-очень тяжелый. А и завершение раунда нелегкое, если он высох. С гонгом успевает нанести правый боковой Хижняк. Дыши, не спеши, не задыхайте. Дуже интересно, если... Ну, первый раунд, мабуть, так не вызвать. В вопросе, на чей будет этот раунд, то тут... Когда работаем корпусом, посмотрите на эмоции. Держи, вот девочка, я не понимаю, Хижняка. Десять девять. Пока что нема десять девять, пока что можно без слез. Не ждал, а ты ждал, я такого единогласия в судейских решениях. Все трое дают второй раунд Александру. Это ж можно девчину зрозуметь. Зрозуміти 14 лютого в день закоханных на таке дивиться, Вячеслав. Да, но будем надеяться, что настоящий подарок сейчас сделает Александр Хижняк. Но для этого нужно еще отбоксировать три раунда. Может, привыкли, что очень мощно начинает раунды украинец. Просто такого темпа не хватает на всю трех минутах. Сейчас делает замечание опасного движения головой рефери. Ну, Нимец так само перенав головой, шоу прыгать. Ух, сейчас его боковой. Зайшел. Справа рука, то, что я казал, что левая пошла працювать. А правую Нимец почав опускати чемусь дуже низкой. Это зрозумев. Хижняк. И почав свою левую туди закручивать. Да, ну, Нимец, как мы видим, монотонно пробивает такие серии. Однообразные достаточно. Тут тоже нужно находить, конечно, противоядие всему этому. Особенно больше работать корпусом, как мне кажется. Но Хижняк очень вовремя иногда запускает контратаки. Також хочется сказать, что два поспіль у нас. Дуже ответственных вечера с сегодняшним. Как и сейчас. Посмотрите, как работает Хижняк. Какую серию ударов. Выдаёт. Но так само вечер 22.00 на телеканале 2 плюс 2. Зустріч украинских атаманів та итальянского огромного. Это будет просто супербокс, который мы очень ждём. И вас запрошу приедать к нам с Вячеславом. Само 22.00 на телеканале 2 плюс 2. Будем убить итальянцев. Надеюсь. Ну, однозначно будем, насколько успешно. Приглашаем всех это увидеть. Ну и снова, снова выглядит очень уставшим во второй половине раунда. Александр Хижняк за счёт того, что даёт много сил в старте трёх минуток. Не так убедительно выглядит во второй половине. Но всё-таки надеемся, что ему хватит сил до конца поединка. Сейчас он уже тяжело дышит. Но есть такое понятие, как второе дыхание. Надеемся, что оно откроется. У украинца очень неплохо перехватывает. Найнимець. Вячеслав, инимець. Стыщу идей вперед. Щоб не багато удаля. Было дуже багато у повитря. И ось двеечка. Ось двеечка від Хижняка. Да, и когда попадает Хижняк, настолько эффектно это смотрится, намного более эффектнее, нежели атаки от соперника. Ви бачили мы неприемный поиграл Эвальдаса Петраускеса, так, у попереднего вечера рекуптера Аргентинцев, который просто в первом раунде ледь не выбил соперника за рингу. А ось и другие раунды. Были вопросы к нему. Вот сейчас, наверное, расскажут Хижняку. Что, этот раунд, я думаю, наиболее убедительный в исполнении украинца. Особенно начало. Многим понравилось. Дыхать, дыхать. Сейчас нужно выдохнуть. Можно даже так сказать Хижняку. Насколько это дастся за этот короткий час. Но раунд, как вы видите. На инстинкт, как мы видели, срабатывал Хижняк. Есть. Десять девять. Двичие. Один девять десять. Будем сказать, не в той биг. Тридцать двадцать семь. Два арбитрии. Один двадцать девять, двадцать восемь. Но у всех арбитрах мы перемагаем. Но снова что-то. Тут пошла такая удача, что... Дуже важливый сам ось цей раунд, який зараз будет. Да, сейчас нужно демонстрировать свою выносливость. Александр Хижняку. Смотрится он очень уставшим. Но классно смотрится. И яскравый биг. Бокс демонстрирует. Ось трошечки. Хай не на ногах працювати зараз. Корпусом. Гойдати соперника. Розгойдувати. Стекати от этих ударов. Не все принимать на блок. Потому что это очень тяжело. Но три минуты так не простоят. И, конечно, у него гармата в руках. У Хижняка мы все это понимали и знаем. Но треба как-то отходить и от ударов суперника. Як зараз снова печенка. Стоп. Да, гораздо меньше нанес ударов сейчас Нижняк. Вот в старте четвертого раунда. Но насколько более эффектные от него удары. Мы видели четкие такие акцентированные удары по печени. Левый боковой в голову. Этого нет. У немца нет таких качеств. Все удары у него однообразные. Но, к сожалению, мы видим рефери делать замечание нашему Томану. За опасное движение головой. Как мне показалось, что обоюдное можно замечание делать. Потому что левец тоже идет вперед головой. У немца больше сил, конечно, осталось. Второе замечание. Пока что от... Встретил, да, встретил головой соперника. Опять же им не бывает. Сказать, что это умышленно, нельзя. Они стоят просто. Только на стоят. Зараз на этих движениях просто на одном месте. Встретит корпусом, трошечки, ребята. Он победит. Но эти раунды не можно отдавать. Снова левым боковым хорошо встречает. Один из лучших ударов левая рука. Сегодня просто золотая для хижняка. Больше всего ударов проходит именно слева. Вот так вернает, так пробивает хижняк. Когда гайдает, то есть шансы пробить. Хижняка просто не стоят. Вот так. И самому пробовать. Немец сейчас так же остановится. Просто принимает удары на блок. Можливо, внизу пробить. Однов раз. Оперкотом. Спробовать. Десять секунд для хижняка. Також важкий раунд. Больший характер у хижняка. Больший. 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 Стал, конечно, ухрийский Томан. Аплодисменты. Само для него и для немцев. Чтобы все сказали, что идут где-то головами соперников, но не брудный бокс. Это очень приятно, чтобы видеть. Особенно, конечно, нравится характер нашего бойца. Ну что, видим, что четвертый раунд все-таки отдают Зиеву. Простут еще и замечания получил Кишняк. Но в любом случае, он пока что впереди. Не умирает. Последний раунд уже силой оставлять бумагу. Все, ты обалдишься. Капывай, 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 капывай. Встали пятый раунд. Ромбай. Валентин Соболевский очень эмоционально сейчас поработал в углу у Александра Хижняка. Треба, просто треба работать и отдавать все свои силы в этом последнем раунде. При отримании такую тайницу мы с Вячеславом поспілкувалися с Валентином Соболевским перед сегодняшним вечером. И он нам также очень эмоционально рассказывал про Петраускаса, который так же физически, что Петраускас, как это ему не сподобалось, но и такой в дежавю сегодня. Хотя нужно сказать, что многие специалисты считают, что несмотря на то, что устал тогда Петраускас, он сделал достаточно для победы. Все специалисты мы с тобой. Да, мы тоже так считаем, но что поделаешь, люди там имели другое мнение. Но тем временем немец в своей манере продолжает идти вперед, продолжает выбрасывать множество ударов. Ух, прямый, как зашел справа. Здесь скажем ему, что важкий бой, и очень важкий бой будет 2 березня. На телеканале 2 плюс 2 Василь Ломаченко будет переписывать историю бокса. А как еще сказать, Вячеслав? Вносить свое имя в истории бокса. Або подправлять до книги рекордов Гиннеса, так, про это следует сказать, потому что он может, наше видше, среди всех, стати чемпионом света. Лише за два боя. И это историческая худея на телеканале 2 плюс 2. Следуйте за анонсами. Это будет суперби. Рекорд на сегодняшний день принадлежит тайскому боксеру, который стал чемпионом в третьем профессиональном бою. У Васи есть все шансы победить этот рекорд. Благодаря промоутеру ждем с нетерпением. Не пропустите. Но тем временем очень неплохо на контратаки попадает Александр Хижняк. Как я волновался за его выносливость. Но вы бы видели сейчас Волонтина Соболевского, который поймает сейчас идти до Вихреста, он просто не может пойти, заводит эту публику. Можливо, сейчас вы его слышали. Давай, Саня, давай. Волонтина Соболевский просто не сюда. Поднял весь сектор, который тут есть. Для того, чтобы поддержали сейчас из украинского таймана. У него 50 секунд. И зависит, Вячеслава, второе дыхание. Или на жилах уже идет вперед. Хижняк пробивает левую. Да, сейчас решается не только победа в этом поединке, но и победа в матчовой встрече. Если поднимут руку Хижняку, то мы получаем заветных 3 балла. Хотя напоминаем, что впереди еще супертяжелый вес. И обязательно нужно его не пропустить. Ну что, концовка пятого раунда. Все силы отдает украинский атаман. Так уж для того, чтобы наведать и жодного балла. Нимтя. Чтобы не было раунку, некоего там 3-2. Срывает голос. Один из тренировок украинских атаманов. Поднялся супервайзер. Сделал ему замечание. Понятное дело, что эмоции сейчас на пределе. Супервайзер. До него уже были претензии с боку немецкой стороны. Ничего страшного. Ну а не витаем. Пока что не можем так сказать. Но дякуем за этот супербайк Александру Хижняку. Да, но мы надеемся, что того, что сделал в этом бою Александр Хижняк, хватит и будет достаточно для общей победы. Но рассмотрим. Как переживает девушка. Ну, день Святого Валентина, она запамятает на все життя. Хоча кажут, что со слезами на очах, это все ж таки день перемоги у нас. Ну и просто вычеркиваете, все тыши. Все учихают. Диснамин зал действительно. Силы ожидания улучшения результата. Все, 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 все. Все, 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 все. Теоретически того, что сделал Хижняк в трех раундах, даже если он проиграет последние два, должно хватить для победы. Но все зависит от судей. Как они посчитали, мы не знаем. Поэтому ждем. Ждем с нетерпением. Ну, а еще раз напоминаю, что впереди у нас супертяжелый вес. Виктор Выхрест против Али Кидина. Ну, ты нет. Выхрест проведет второй бой за украинских атаманов. И снова здесь, в Браварах. На ледовой арене терминал. Хижняк, Хижняк так же нервуе. Вернувся туда в бік арбитрів, в бік тренерів. Так, что, ну, тут никто пока что не знает. Александр, извините, все ждут. Ну, и там взагалі дуже. Зараз мы можем подглядеть до супервайзера, так, Вячеслава? Подсмотреть можем, но, к сожалению, достояние... Цей супервайзер на сегодня від сады, від ринга, до речи. И не можемо мы зараз подглядеть. Что-то там дуже важко рахует. И как-то так тяжко він пояснює зараз Сергею Брилю. Такий, від якого мы почуємо рахунок. И нарешті, ну, принаймні, вже одна людина знает. Сергей Брилю, як закінчився сьогоднішній бой Олександра Хижняка. Дамы и господа, очень спорная ситуация. На картах трёх судей была абсолютная ничья. Но потом тайбрекер вывел победителем. Дамы и господа, геннады, геннады цифрового бута. Джадж 1, 49-45. Джадж 2, 46-48. Джадж 3, 47-47. И победник, по сплитной декабленности, по тайбрекеру, Ред Коман. Александр Хижняк, ура! Деньчин, сэшэнки, перегонал, сэшэнки. Победа украинских атаманов, уже можно об этом говорить. Три балла у нас, и мы выходим на первую позицию в нашей группе. Пока. Пока.